Сегодня на площадке региональной службы коммуникации Аким Жамбылской области Бердебек Сапарбаев провел брифинг, в ходе которого он ответил на все интересующие вопросы о текущей ситуации по коронавирусной инфекции в регионе. Аким Жамбылской области в очередной раз призвал жителей региона максимально самоизолироваться и воздержаться от проведения и посещения семейных массовых мероприятий в период карантина. Также прокомментировал распространяемый в соцсетях видеоролик с мешками для тел умерших. Во время брифинга главу региона спросили, насколько достоверна информация автора публикации о том, что видео было записано в Таразе. В городе Ахтау не было. А кто-то из наших, наверное, по-моему, перепечатал, а там был написан Тараз. И все пошло, что это случилось в Таразе. У нас такого не было. У нас тот случай, который был в Байзаховском районе, вы тоже знаете, комиссия создана, мы разбираемся. Тем более, вот эта пациентка, которая давала интервью, сначала сказала, что ей никакой помощи не оказывает, врач, главный врач не приходит, лекарств нет, никаких внимания нет. Ну и так далее. Через час, через два она уже дает другое интервью. Ой, кейшинг издель, мне вон дает папку, он дает мес, мне вон дает жах, дает жах и дегон сях. В ходе брифинга прозвучал также и вопрос о том, какие меры предпринимаются к недобросовестным предпринимателям, в чьих аптечных сетях завышают цены на востребованные лекарственные средства. К сожалению, в некоторых аптеках есть такие факты, которые необоснованно, незаконно, два или там три раза повышают цены. Им принимаются соответствующие меры по отношению наложения штрафа, ну и так далее. Я уже тоже об этом говорил, мы сейчас создали кулцентр номер 109, это для того, чтобы наши жители могли сообщить о таких фактах, где необоснованно завышены цены на лекарства. Мы будем благодарны, если будут такие факты, мы будем принимать соответственно самые жесткие меры. Также глава региона призвал граждан доверять только официальным источникам информации, воздержаться от рассылки заведомо ложных и недостоверных сообщений. Не поддавайтесь различным провокациям. Любую информацию можно перепроверить в соответствующих государственных органах. Все принимаемые меры дадут результат, если мы проявим понимание сложности текущей ситуации, если государство, общество, граждане будут действовать вместе. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 1866 больных коронавирусной инфекцией. Среди них 865 симптомные больные, а 1001 бессимптомный. В том числе 305 пенсионеров, 475 безработных, 68 беременных женщин, 121 военнослужащий и около 100 детей и школьников. Катерина Ивашенко, Адельбек Самаликов, 7,7 Ньюс.